Друзья, не побоюсь этого слова, коллеги, еще раз добрый вечер. Меня зовут Алексей Ёжиков. Я руководитель секции коучинг в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Очень здорово, что мы с вами сегодня встретились. Почему? Потому что сегодня я планировал не лекцию, мне кажется, лекций очень много, и лекции можно на YouTube посмотреть, а формат взаимодействия и диалога. Основная тема, о которой я хотел с вами сегодня пообщаться, это тема коучинга. Что с этим происходит сейчас в рынке, насколько это полезно и интересно может быть людям разных специальностей. И, естественно, вы, наша аудитория, наши студенты, интересующиеся когнитивно-поведенческой терапией и другими подходами. Поэтому мне бы хотелось с вами пообщаться и услышать вас, ваши вопросы, ответить на них. Ну и частично я какую-то свою повестку там тоже донесу и расскажу, и поделюсь. Несколько правил нашей с вами сегодняшней работы. У меня есть такие предложения. Во-первых, Анастасия спрашивает в чате Егору, будет ли доступна запись. Запись, вероятнее всего, будет выложена на YouTube. Поэтому, и это второй момент важный, по поводу конфиденциальности и использования этой видеозаписи. Поскольку я буду вас просить входить в диалог, то вы должны быть еще готовы к тому, что это будет не только здесь, среди вот уже почти сотни человек звучать, но и потом может оказаться в YouTube. То есть сейчас у нас с вами здесь не совсем закрытая комната, а в общем закрытая комната с записью. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. И если вы выходите в эфир, например, да, вот Ника спрашивает в чате, можно ли без видео. Да, можно без видео. Если вы выходите в эфир голосом или голосом и видео, то вы тем самым автоматически даете свое разрешение на то, чтобы ассоциация в дальнейшем могла использовать это видео вместе с вами. И не имейте по этому поводу претензий. Вот, поэтому такой опт-аут, да, это называется. То есть что опция по умолчанию, это если вы вступаете вот в этот с нами диалог, то тогда мы предполагаем, что вы тем самым разрешаете нам использовать вашу запись и выкладывать это на YouTube. Второе правило, или третье я уже сбил со счета, да, правило активности. Если вам хочется, чтобы вы получили ответ именно на ваши вопросы, прояснили именно ваши какие-то затруднения, да, то, пожалуйста, будьте активными, выходите в эфир. Опять же, повторюсь, можно без видео только голосом. Если вы хотите сохранить полную анонимность, то вы можете, скорее всего, еще себя переименовать. Если вы хотите, да, то есть чтобы ваше имя и фамилия не была видна в эфире, то вы можете там себя назвать каким-нибудь никнеймом. Это, я думаю, что не воспрещается, если хочется конфиденциальность сохранить. Вот. В остальном, тех, кто активен, заинтересован и хочет пообщаться, я прошу с камерами включаться сейчас, чтобы я мог вас видеть, разговаривать с вами и в целом приносить вам всяческое добро, наносить непоправимую пользу, ну и так далее. Для того, чтобы начать, давайте мы с вами потренируемся и поставим какую-нибудь реакцию или напишем в чат, что вы принимаете правила. То есть можно любую реакцию тыкнуть, вот, а можно в чате написать, например, плюсик, да, что вы согласны. Я посмотрю, сколько у нас здесь живых участников. Так. Ага, спасибо. Супер, спасибо. Ну, вижу, что часть участников у нас в режиме слушателей. Это тоже, в общем, допустимо. Пожалуйста, это ваше право. Если хочется здесь побыть и послушать, то это возможно. Опять же, вопросы можете писать в чат. Единственное, что если там будет много активности, я не обещаю, что я смогу следить за ним на протяжении всей нашей встречи, но я очень постараюсь. Поэтому, если не хотите выходить с голосом из видео, то пишите вопросы в чат. Давайте задам еще один вопрос для старта. Это, пожалуйста, напишите в чат, кто вы сейчас. Я имею в виду по профессиональной принадлежности, как вы себя определяете. Психолог, психотерапевт, коуч, изучаю психологию или изучаю терапию, ну и так далее. Ох, там улетело сообщение от Антона. Почему на заднем плане Зигмунд, а не Аарон? Не было книжки с портретом Аарона на обложке, к сожалению. И тоже присоединяюсь к поздравлению всех с профессиональным праздником. Вот из тех, кто написал психолог или психотерапевт, у нас с вами сегодня кто пропустил профессиональный праздник, поэтому можете даже параллельно с нашей встречей как-то его для себя отмечать. Итак, у нас довольно много психологов, психотерапевтов. Психологи, которые учатся на коуче, есть. Есть коучи немножко, но в основном психологи. Да, да, коучи тоже есть. Отлично. Клинические психологи, коллеги. Привет. Я заканчиваю обучение. В этом году должен получить свои корочки клинического психолога. Это будет прекрасно. Спасибо за активность. Итак, давайте тогда перейдем к, собственно, предмету нашей беседы. И я предлагаю сразу в этом плане включаться, задавать вопросы, порядок действий. Вы поднимаете руку. Есть такая специальная кнопочка внизу где-то. Ну, в общем, кто умеет пользоваться Zoom, умеет поднимать руку. Вот, в общем, поднимаете руку и выходите в эфир. Задаете вопрос. Тема нашей сегодняшней встречи – это коучинг для психологов в 2022 году и с переходом в 2023. То есть для коучей у нас тоже сегодня, я думаю, что будет какая-то полезная информация. Ну, или хотя бы просто сравнить себя с каким-то взглядом еще со стороны, с моей стороны и со стороны коллег, с которыми я общаюсь. Но в целом мы хотели пообщаться о том, нужен ли коучинг психологам как профессиональная модальность или набор навыков и компетенций. Что происходит сейчас с рынками? То есть сейчас вообще лучше чисто на психологии фокусироваться или пытаться еще коучинг осваивать. Какие у этого есть более долгосрочные перспективы, как нам кажется, в России? Естественно, во многом это гадание на кофейной гуще, но некоторые тренды все равно могут быть видны. И как можно двигаться, развиваться в этом направлении, если все-таки это кому-то интересно. Вот. Поэтому я предлагаю начать с того, чтобы накидать общий объем вопросов. Ну, то есть вы же приходили, да, видя название встречи и какое-то ее краткое описание. Это можно сделать в чат, а можно уже начать экспериментировать с выходом в эфир. У вас есть возможность задать свой вопрос. Я не буду сразу на него отвечать. Я хочу, чтобы мы сначала набросали вот общую проблематику нашей встречи. Что, придя сюда, вы хотели узнать? Или что вы хотели прояснить для себя? Какие у вас были ожидания относительно сегодняшней встречи? Вот. Поэтому, пожалуйста, пишите. Для тех, кто только присоединялся, повторяюсь, запись, вероятнее всего, будет выложена на YouTube позже. Очень надеюсь. И тогда слово буду давать в порядке появления рук. Начнем с Анастасии Егоровой. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Я сейчас учусь в гештальт-подходе. У меня началась вторая ступень. Заканчиваю первый год второй ступени. Время уже задуматься о практике. Так получилось, что я взяла курс в Академии 5 призм по деньги в коучинге и психологии и соприкоснулась к коучингам в первый раз. И вас на марафоне Вани Замесина еще послушала. Спасибо большое. Очень полезная была тема. Я задумалась о том, что коучинг очень похоже, по моему восприятию, сочетается с КПТ. И мой вопрос, насколько коучинг сочетается с другими подходами, насколько нужно сначала овладеть подходом, а потом уже брать коучинг. Или наоборот, например, обучение в коучинге, тренинг на коуче улучшит освоение, может быть, подхода именно терапевтического. Вот такой у меня вопрос. Отлично. Спасибо. Спасибо, Анастасия. Спасибо вам. Постараемся поотвечать. Алексей. Добрый день. Добрый вечер уже, наверное. У меня, соответственно, вопрос будет в первую дорогу. Пока вопрос такой. То есть, как вы понимаете, разделение вообще коучинг, психологии, да, и, соответственно, не будет ли это внесением, так сказать, дополнительных сущностей сверхнеобходимого? То есть, да, в первую очередь, все-таки в чем различие? Отлично. Спасибо. Да, мы с этого тогда начнем. Владислава. Добрый вечер. У меня вопрос такой, ну, я чуть-чуть расскажу, да, вообще свою предысторию. У меня первое образование музыкальное, высшее, и пока я решала творческий кризис, сначала сходила на курсы НЛП-практик, поняла, что, ну, я вообще интересовалась темой психологии, много читала по этой теме, закончила курсы по музыкальной психологии, у меня есть соответствующие сертификаты. И потом стала психологии, второе образование психологическое. И пока я училась, я еще своих подруг музыкантов на ноги поставила, и у меня, в общем-то, себя в порядок привела и поняла, что я в этой профессии очень успешна. Сейчас я работаю в хорошем московском лицее статусном, да, к музыке не имеет отношения, я работаю стихонарями. Вот, я также закончила тренинг тренеров, то есть это удостоверение государственного образца. И мне интересно, мне сказали, что единственное место, якобы, в котором можно получить удостоверение коуча, это институт Эриксона. Вообще, у меня это под сомнением, я знаю, что на курсе NLP-практик в разных центрах, да, таких ведущих, проходится то же самое, что на курсе по коучингу в институте Эриксона. Вообще, вопрос сертификации, то есть, как можно получить этот сертификат коуча, и вот вопрос в том, что я, возможно, заплачу, там, хорошие деньги заплачу, да, но я буду проходить то, что я уже знаю. Нет, у меня высшее психологическое образование, там много дипломов, психологов, всяких, помимо этого, NLP-практика. Ну, я просто вот рассказала последовательность и логику моих размышлений. Я понимаю, Владислава, я просто, если можно вопрос тогда резюмирую, да, имеет ли смысл обучаться коучингу, дадут ли вам там какие-то дополнительные знания по сравнению с тем, которые у вас уже есть? Ну, вообще, меня интересуют знания, а не дипломы в первую очередь, дипломы тоже для того, чтобы, как бы, я могла написать документ, который имеет силу, да, и сказать, что, да, я это прошла, я это знаю, умею. Главным образом я ориентируюсь, конечно, на знания. Спасибо. Да, спасибо. Петр? Здравствуйте. Когда приходит клиент, слышно меня, да? Да-да-да, слышно. То есть, всякие ситуативные, мотивационные проблемы, я стараюсь тоже решать, что это за коучингом. Мне хотелось бы понимать, есть какие-то требования к коучингу в КПТ, ну, конкретные. Вот, берем просто вот стандартный коучинг, его используем просто в рамках когнитинопоеденческих. Да, хорошо, спасибо. Так, Татьяна, у вас фонит периодический микрофон, пожалуйста, последите за этим. Так, хорошо, спасибо, коллеги. Вижу, что у нас поднятые руки закончились, по крайней мере, в эфире. Я сейчас зачитаю еще вопросы в чате, потому что для того, чтобы они попали на запись. Екатерина спрашивает, хочу понять, где и когда актуально применять навыки коуча. Татьяна, статистики по заявленной теме реальные тренды, хотелось бы немного теории. Юлия, в чем преимущество коучинга в АКПП, что он дает, в чем его основная задача? Евгений, интересно понять, насколько эффективен коучинг, которым обучаем мы, в отличие от других подходов. Ну, под мы я, наверное, подозреваю ассоциацию. Ольга, расскажите про обучающие программы по коучингу, их сроки, про российские ассоциации коучи. Татьяна спрашивает, использую ли лично я коучинг в своей работе психолога? Постараюсь зацепить, кратко не ответишь. Ну, то есть, коротко – да, но надлиннее. Ольга еще тоже спрашивает, какие направления коучинга бывают и как в них сориентироваться? Тут у нас эриксоновские мастера подтянулись, могут поделиться чем-то. Не знаю, Данил, мы просто с Данилом знакомы. Только если будет время. Но с большим удовольствием предоставлю такой волновь, если успеем. Иван попросил безгубленных экскурсов в биографии послушать меня. Спасибо, Иван, большое. Я очень рад, что вам хочется меня послушать. Надеюсь, что это удовольствие вы получите. И Антон спрашивает, более востребован сейчас организационный коучинг с учетом планируемого антикризисного сокращения расходов компании на обучение персонала или все же персональный коучинг по типу консультировать? Окей. В общем, трек более-менее ясен. Коллеги, тогда у меня такое предложение. Пожалуйста, внимательно слушая, тоже свои вопросы себе помечайте. Я, наверное, буду какими-то такими блоками рассказывать, какие-то моменты такие в формате потока сознания. И потом просить вас включаться и дозадавать какие-то вопросы, если что-то осталось неясным. Особенно если кто-то, как Алексей, задал вопрос какой-нибудь, а я на него не ответил. И вот хочется прямо услышать конкретнее. Пожалуйста, включайтесь. Начнем, пожалуй, с того, что это за модальность вообще такая, коучинг. Неоднократно прозвучало сегодня, что значит, вот есть стандартный коучинг и есть какие-то еще коучинги, что такое разные направления в коучинге, где там границы между терапией, консультированием и коучингом, ну и так далее. То есть вот здесь я не говорю о том, что я дам вам правильный ответ в кавычках. Я скорее с вами поделюсь тем видением, которое есть у нас в ассоциации. И то, понятно, что кто-то его в большей степени разделяет, кто-то в меньшее. Поэтому относитесь к этому с исследовательских позиций, я бы так сказал, и формируйте по возможности свои собственные представления об этом. Мы рассказываем у нас на базовом курсе по коучингу всю историю, как это происходило. В целом у коучинга есть целый ряд корней, их там минимум три на Западе. Один из них лежит в области деятельности Института Исалина в Соединенных Штатах. Это как раз те граждане, откуда вышли тренинги личностного роста, Эрхард Вернер и так далее. Второй корень был связан с спортом. И причем, что интересно, Тимоти Голви, собственно, был одним из сооснователей коучингов в спортивном направлении тоже в Соединенных Штатах. И что интересно, Тимоти Голви некоторые из своих идей черпал в дзенбуддизме. То есть у него прям база неожиданно, вот таким образом проникает корнями в японский дзенбуддизм. Где там в свое время работали Томас Леонард, куда приезжали читать лекции крупнейшие психологи, психотерапевты того времени. Но, тем не менее, эту ветвь относят к тому, что ее начали Джон Уитмор, потом подхватил маршал Голдсмит. И там дальше целая плеяда коучей, которые двигались в этом направлении. И как таковой индустрии не существовало долгое время. В свое время в Соединенных Штатах как раз Томас Леонард основал организацию, которая позже была переименована и переструктурирована в Международную Федерацию Коучинга. Многие из вас могли слышать ее название ICF, International Coaching Federation, которая занималась в некотором смысле объединением корпуса знаний относительно коучинга и попыткой каким-то образом структурировать этот рынок. Если говорить про Россию, то же длинные экскурсы не буду делать, но, тем не менее, в России коучинг достоверно существует с начала 2000-х на уровне отдельных представителей, отдельных специалистов. То есть те, кто знал это слово и использовал эти методы в основном в бизнесе, насколько мне известно, по крайней мере. Последние лет 12 коучинг довольно активно развивается и кратно растет год от года. Теперь вот я говорю коучинг-коучинг, коучинг-коучинг. Что же такое коучинг? И где у него границы от чего бы то ни было? Вопрос сложный, потому что если провести анализ определений из большого количества научных статей по коучингу, а, к счастью, их количество непрерывно растет, опубликованных, ну, как минимум с конца 90-х, программные статьи Стивена Палмера, который один из таких звезд именно научной области в коучинге, они датируются 2001 годом, но были и более ранние публикации тоже. Так вот, если смотреть весь этот корпус текстов, то мы обнаружим, что единого определения коучинга не существует, и более того, на него смотрят с очень разных сторон. То есть кто-то говорит о том, что это такой вид отношений между специалистом и клиентом, кто-то говорит о том, что это, значит, некий набор компетенций и все, что вокруг этого, кто-то говорит, что это искусство, кто-то говорит, что это про достижение цели, кто-то говорит, что это про смену состояния, кто-то говорит про то, что это про пребывание в коуч-позиции в моменте здесь и сейчас, из которой рождается все остальное. В общем, есть громадное количество этих самых формулировок. И несмотря на то, что в очень упрощенном формате говорят о том, что граница между коучингом и психотерапией заключается в том, что психотерапия якобы нацелена в прошлое, а коучинг нацелен в будущее, это тоже очень-очень упрощенное понимание, которое не согласуется с большим количеством современных психотерапевтических направлений, в частности КПТ третьей волны, которые точно так же смело и радостно направлены в будущее. ОРКТ, отдельные появления, краткосрочная терапия принятия ответственности, например. Ну, в общем, много чего не направлено в прошлое. Тот же mindfulness, который на здесь сейчас, в общем, тоже вполне себе к терапии относится. И поэтому, когда мы пытаемся определять модальности, здесь, наверное, правильнее говорить про то, что жестких границ не существует, но тем не менее есть некие… Не то, что принципиально, есть некие понятийные отличия, которые эти модальности разграничивают. Давайте попробуем поконкретнее про когнитивно-поведенческие подходы. Когнитивно-поведенческая терапия себя относит к evidence-based подходам. Достаточно много исследований, которые показывают ее эффективность в тех или иных нозологиях, в случаях тех или иных расстройств. И определение терапии, в общем, само по себе довольно понятно. То есть у нас есть расстройства, которые имеют свои причины, свою последовательность развития, свою собственную симптоматику. И процесс терапии – это процесс, который позволяет помочь нашему пациенту прийти из этого состояния дискомфорта, дисфории, собственно, расстройства в норму, в здоровое состояние. Напоминаю, что по определению Всемирной организации здравоохранения здоровье – это состояние полного биологического, то есть физиологического, психологического и социального благополучия. То есть терапия занимается тем, что помогает человеку из состояния расстройства, которое может быть диагностировано и определено симптоматически, перейти в здоровое состояние, благополучное. При этом есть формат психологического консультирования, про которое копья ломаются до сих пор. То есть понятно, что есть большое количество разных таких, не то что даже исследований, а попыток эти направления разграничить. То есть предполагается, что психолог-консультант, человек, который, в отличие от психотерапевтов, которые чуть ближе к медицине и могут разбираться, собственно, быть медиками и разбираться на уровне фармака, ну, короче говоря, назначения тех или иных препаратов для того, чтобы помогать справляться с этими состояниями, то психолог-консультанты, они ближе к такой именно консультативной деятельности и помогают людям, у которых нет, возможно, сейчас расстройств таких актуализированных, решать те или иные жизненные проблемы. И, в общем-то, ну, вот эта тема соединения психолог-консультанты и проблемы, она, ну, как-то в целом в рынке более-менее присутствует. То есть психолог-консультанты идут, если есть какие-то трудности, сложности, в том числе психологического характера, но при этом это нельзя диагностировать как расстройство, либо это появилось недавно, либо это затрагивает относительно небольшое количество сфер жизни и тому подобное. И, в общем, про границу между терапией и консультированием ломают копии. Теперь переходим к коучингу. А что, спрашивается, делать с людьми, у которых все, в общем-то, более-менее хорошо, но они хотят, чтобы у них было еще лучше? Или у них в каких-то сферах жизни есть какие-то трудности, в каких-то сферах жизни трудностей нет, и они хотят в первых сферах сделать так, чтобы им стало получше, а там, где у них все более-менее неплохо, хотят, чтобы стало еще лучше. В целом, вполне естественный ответ, что, ну, можно как бы и психолог-консультанту с таким человеком поработать, почему бы и нет. Но коучинг предлагается как некая альтернатива, которая вот на этом полюсе в спектре разных видов помогающей деятельности находится вот со стороны наиболее здоровых и наиболее мотивированных людей. То есть мы понимаем, что, наверное, психолог-консультант – это не всегда тот человек, который может людям помогать достигать каких-нибудь сверхвысоких результатов. То есть, например, берем спортсмена. Спортсмен, который хочет достичь уровня олимпийского чемпиона, то есть победить всех вообще, кто есть в мире, кроме него. Ему нужно определенным образом решать определенные задачи и искать способы решения каких-то спортивных задач, которые до этого никому… А вот сюда. У меня сейчас звук пропадает тот звук, тот и тут ничего… Извините, пожалуйста, это особенности живого как-то живого вебинара. Будем стараться отключать вовремя. Так вот, если мы берем спортсмена, да, то ему психолог-консультант в том, чтобы стать олимпийским чемпионом, в общем-то, не очень поможет. Ирина, вы наоборот включаетесь. Вот вы, пожалуйста, этого не делайте без понятой руки. Нам сложно бывает вас ловить, чтобы выключить. И коучинг, он, собственно, возник ровно для этих целей. То есть коучинг – это было такое ремесло, то есть не наука, не какая-то инженерным образом простроенная практика, а именно практика-ремесло, очень практическая деятельность, предназначенная для того, чтобы помогать людям достигать высоких результатов там, где это необходимо. Это бизнес, это спорт, это финансы, инвестиции и тому подобное. Но вместе с этим мы прекрасно помним, что одна из ног коучингов все-таки растет в том самом институте Саллина и в темах личностного роста, тренингов и так далее. Резюмирую. Можно посмотреть прямо исследования конкретные, то, что касается границы между коучингом и психологическим консультированием. Я сейчас по памяти даже могу сказать, что это авторы Башкирова и Кокс. Это 2020 год. Статья называется «Revisiting boundaries between coaching and psychotherapy». Что-то такое. Можно нагуглить, если мне память не изменяет, там есть PDF-ки в интернетах. Они прямо обосновали, то есть это хорошая научная публикация, которая обосновывает, что эта граница, нет никакого консенсуса по поводу того, где она находится. Поэтому если вам кажется, что кто-то вам говорит, что этот консенсус есть, то пока что эти люди или ошибаются, или выдают желаемость действительную. С нашей точки зрения тоже этого консенсуса нет. И поэтому я сейчас, наверное, последний момент, который вот про модальности именно скажу, как мы видим эти границы у нас в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии в тех направлениях разных, которые мы развиваем. Мы говорим о том, что терапия – это практика, предназначенная для работы с диагностированными расстройствами. Практика психолога-консультанта предназначена для работы с улучшением состояния клиентов, которые ими самими интерпретируются как дискомфортные, дисфоричные, проблематичные и так далее, но при этом не относятся к диагностированным расстройствам. Коучинг в его чистом виде предназначен для того, чтобы либо достигать определенных целей внешних, либо из одного благополучного состояния переходить в другое благополучное состояние, причем эта благополучность тоже субъективная с точки зрения нашего с вами клиента. И между этими модальностями нет конкретной границы жесткой, но при этом есть определенные маркеры, есть определенные способы понять, когда может быть эффективнее работать или предлагать коучинговую модальность, когда предлагать модальность психолога-консультанта, как себя сохранять в работе в определенной модальности. В общем, эти маркеры есть, мы их обсуждаем, мы их узнаем и мы их практикуем, что самое важное в наших курсах. Давайте я сейчас пока дам возможность задать вопросы. Вот здесь мы ставим запятую. Это пока было только маленькое теоретическое вводное. Давайте вот что в этом смысле непонятно, пожалуйста, задавайте вопросы. Единственный момент, что еще раз повторюсь, вы можете быть со мной не согласны по поводу, где эти границы находятся и так далее. Я предлагаю, если есть такое несогласие, вам прям очень хочется выразить, то, пожалуйста, вы можете это сделать. Давайте у нас тут открытая площадка. Но тем не менее, я не буду входить прямо в какую-то дискуссию, потому что просто у нас еще много тем для того, чтобы нам двигаться дальше. Хотя, опять же, повторюсь, не потому что я считаю, что наше мнение правильное, а потому что этого консенсуса сейчас нет. И чуть позже я скажу, почему мы именно так относимся к границам модальности и чем это вызвано. Ага, Елен, спасибо огромное. Елена прислала в чате к PDF по поводу границ. Вот это, по-моему, их предыдущая статья, Елен, если мне память не изменяет. Вот и Brutal Troublesure, она чуть раньше выходила. У них еще в втором издании то ли Coaching Psychology, то ли что-то такое, у них была статья, которая называлась Revisiting Boundaries. Вот она более свежая. Они как раз ссылаются на это, они как бы обновили информацию об этом, обо всем. Спасибо. Так, давайте тогда поднимавшиеся руки. Вот я вижу Вероника с айфона. Правильно ли я понимаю, что вы хотели спросить, обязательно ли для коуча иметь высшее психологическое образование? Вот, Мария прислала. Отлично, спасибо. Так, значит, по поводу высшего психологического образования. У нас есть следующая, назовем это идеология, что ли. Действительно, один из аспектов, почему коучинг стал развиваться так, как он стал развиваться, и почему коучинг сегодня выглядит так, как он выглядит, является низкий порог входа в профессию. То есть, если мы посмотрим на Штаты, на Великобританию, где коучинг развивается достаточно активно, деятельность психиатров, психотерапевтов и даже психологов-консультантов, да, psychological counseling, там довольно сильно зарегулировано и зарегламентировано. Шаг лево, шаг вправо, расстрел. Называть себя без определенных дипломов и законченных образований человек не может. И поэтому, в общем, чтобы стать психологом, там надо также подзаморочиться, чтобы как стать хирургом. Ну, может, не так сильно, но похожая история. И это не всем доступно. В частности, это не так доступно людям, которые мигрируют в соответствующие страны. И поэтому приходится некоторым, точнее, некоторым приходит в голову мысль, что, о, а вот есть же коучинг, это же тоже вот такая профессия похожая в некотором смысле, это же тоже классно, мне нравится этим заниматься. И действительно, в коучинге относительно низкий порог входа. Если некоторое время назад он был вообще практически равен нулю, кто себя захотел назвать коучингом, тот и назвал, как с психологами в Российской Федерации 10 лет назад, то эта ситуация потихоньку меняется в мире усилиями Международной Федерации коучинга. В России эта ситуация пока еще особо не меняется. Происходят некоторые подвижки в этом направлении. Звучал вопрос насчет российских ассоциаций. Их есть некоторое количество, но, собственно, центральное, наверное, да, и главное, это ассоциации русскоязычных коучей, в которые ваш покорный слуга тоже входит как мастер-коуч и супервизор. Кроме этого, есть Национальная Федерация профессиональных менторов и коучей. Ну, вот это две основные, которые мы видим активными. При этом есть довольно большое количество образовательных структур, некоторые из которых сегодня были упомянуты, выпускники которых тоже не то что составляют какое-то активное комьюнити, но в целом некие комьюнити-коучи. И низкий порог входа в коучинг и то, что он не зарегулирован, частично опирается на то, что коучу на самом деле, если вдуматься по определению коучинга, как мы его попытались описать, ему довольно сложно навредить человеку. Ну, то есть, если мы работаем с человеком, который находится в условно-благополучном состоянии, чтобы он перешел в некое другое условно-благополучное состояние, или человек хочет добиться цели какой-то амбициозной, мы помогаем этому человеку добиться цели. Ну, что самого плохого произойдет, если мы будем с вами некомпетентными коучами? Ну, в худшем случае ничего не произойдет. Или человек добьется с нами ровно столько же, сколько он бы добился без нас. То есть, может быть, он и достигнет эту цель, а коуч здесь выполнит просто функцию ушей, или человека, об которого реально брал и подумал, также мог бы подумать об коллегу, но тут он об коуче подумал, и это чем-то, значит, ему помогло. Поэтому вроде как, ну, какой смысл регулировать, если он вредить не может, а если в рынке есть какие-то додики, извините за выражение, которые готовы за это платить, ну, почему бы и нет, пусть там развлекаются. И так оно, конечно, неплохо работает на той части спектра, где мы говорим про достижения, про спортсменов, хотя спортсмен может повредить себе что-нибудь, про предпринимателей. Но эта вещь перестает работать, если мы начинаем работать с людьми, которые вот где-то близко к этой серой пограничной зоне между психологическим консультированием и коучингом. И там коуч уже может навредить вообще-то. И как и психолог-консультант легко может навредить, не додиагностировав или не обнаружив, не заподозрив у человека, я не знаю, там расстройств каких-нибудь психотического спектра и не направив к психиатру, например. Ну, то есть это возможно. Поэтому, отвечая на вопрос, если коротко, то, наверное, нет. Коуч не обязан иметь высшее психологическое образование, если мы берем коучинг вообще и в целом. Но при этом одна из компетенций, которые описывают все ассоциации профильные, это ответственность за свои границы компетентности. То есть коуч, он обязан по определению или по тем компетенциям, под которыми мы подписываемся и в которых мы развиваемся, осознавать границы своих компетенций. И если коуч осознает, что встречается с этими границами, то сообщать об этом клиенту и предпринимать какие-то дальнейшие шаги. Например, отправлять его к другому коучу или к другому помогающему специалисту и тому подобное. Второе, что от нас тоже требуют кодексы различных ассоциаций, это постоянное развитие и саморазвитие коуча. То есть мы должны постоянно повышать квалификацию, проходить супервизии. И чем выше наш уровень, тем большее количество супервизий мы должны в год проходить. Если говорить про формализацию в России, то на сегодняшний день она государственно отсутствует. Профессии коуч не существует пока в классификаторе профессий. И, соответственно, что сегодня происходит. Ассоциация русскоязычных коучей. Очередная попытка, по-моему, третья уже была, отправить в Минтруда проект... Как же он называется? Профессиональный... Коллеги, как... Профстандарт, спасибо, Елена. Да, спасибо большое. Проект профстандарт, значит, коуч была отправлена в Минтруда. Вот в Минтруда он уже год там с лишним опять маринуется. Но есть надежда, что его все-таки примут, пока надежда умирает последней, значит, еще есть. Если даже его не примут, то в целом брать на себя ответственность за то, чтобы действовать согласно профстандарту, это тоже хороший тон. Поэтому вы можете набрать в поисковике АРК профстандарт и найти, значит, документы профстандарт коуча, почитать их и ознакомиться. Там описывается общая трудовая функция, более конкретные трудовые функции, знания, навыки, компетенции, которыми коуч разного уровня должен владеть и так далее. То есть в целом эта работа сообществом и чисто российским в том числе сейчас проводится. Но при этом, это у меня такой был очень длинный ответ на вопрос Вероники, если мы говорим про коуча, который хочет работать с более широким спектром запросов, с более широким спектром целевых сегментов, то я лично убежден, и это то, с чего мы начали в ассоциации подготовку коучей, то есть мы не планируем на этом ограничиваться, но это то, с чего мы начали, то, что мы сейчас делаем, это готовить коучей с психологическим или хотя бы психотерапевтическим образованием или подготовкой. То есть мы не требуем наличия высшего психологического образования, но мы требуем базовой подготовки в области когнитивно-поведенческой терапии. Мы считаем, что это важно, в том числе, чтобы у человека был хотя бы небольшой личный опыт работы в терапевтической модальности, именно для того, чтобы уметь более чистым образом, более устойчиво самому удерживать коучингу или терапевтическую модальность. С чем это связано? Это связано с тем, что даже в рынке была такая история, если кто-то тут, вот есть коллеги коучи, меня поддержат. Естественно, в России коучи начали зарабатывать в бизнесе. Если грубо разделить коучинг на два таких больших направления, бизнес коучинг и лайф коучинг, хотя между ними граница тоже на самом деле размытая. Довольно часто в бизнесе нам приходится работать с запросами баланса работы и личной жизни и с запросами, которые все равно выходят в личностные всякие истории. Но если грубо представить, что есть два направления – коучинг для бизнеса, для развития каких-то бизнес-компетенций, навыков, для улучшения бизнес-показателей и так далее. Есть лайф коучинг, то есть для достижения каких-то жизненных целей. То в России коучинг, конечно, с бизнес-коучинга начался, потому что компании были первыми, кто был готов за это платить. И поначалу это был такой, знаете, немножко карго-культ. Вслед за Соединенными Штатами, Великобританией, видели, что там, значит, у руководителей есть какие-то коучи, коучеры, как их тогда называли. Значит, что какой-нибудь, не знаю, Герман Греф там привез к себе маршал Голдсмит, и все об этом рассказали, написали, что он там их команду Сбербанка на тот момент откоучил. В общем, в какой-то момент коучинг стал признаком статуса топ-менеджера примерно как отдельный кабинет с кожаным креслом, классная дорогая черная длинная тачка с водителем, который одет черный, значит, костюм с галстуком, и коуч тоже лично. И там, когда они в бане с друзьями-бизнесменами парятся, там можно коучи друг друга пообсуждать. Так же, как и водители. И когда рынок был примерно в таком состоянии, это совсем не так давно происходило, это середина десятых, наверное, еще. Или начало, ну, то есть 2010-2012, 2013-2015 годов. Когда это происходило, у тех, кто пользовался услугами, было ощущение, что вроде оно как-то работает, но как? Хрен его поймет. Но вроде как что-то эффект есть. Ну ладно, пусть будет. Дороговато, конечно, но для топов можем себе позволить. Не в джек отчаян, в конце концов. И тогда в эту индустрию стали приходить, переходить люди с психологическим, психотерапевтическим образованием. Особенно из психодинамического подхода, из гештальта. И там возникла такая проблема, что некоторые топ-менеджеры, разговаривая с коучем из психодинамического подхода, внезапно почему-то на третьей сессии обнаруживали себя обсуждающими с коучем гениталии и взаимоотношения с мамой. Вместо того, чтобы решать какие-то бизнес-задачи. И людей это начинало фрустрировать. Почему я вроде как с коучем хотел поработать, а у меня тут что-то потащили меня в какие-то дальние дали, в какие-то личностные дебри. И это очень интересный был тренд, что до пандемии, последний год, в 2019, в бизнесе, когда подбирали коучи для руководителей, прямо отдельной строкой, можно сказать, HR смотрели, чтобы у коуча не было психотерапевтического опыта прошлого или продолжительной работы психотерапевтом. То есть они говорили, нет, пожалуйста, нам вот чистых коучей желательно с бэкграундом, то есть с опытом и с бизнесом. То есть если мы берем коуча в бизнес, мы хотим, чтобы у коуча был свой бизнес-опыт, а не там, условно говоря, в кавычках, лечебный. Пандемия очень быстро, буквально за полгода перевернула это вот так вот. Буквально верх ногами на 180 градусов, называйте как хотите. Перевернула она эту ситуацию, потому что, переходя к сегодняшнему состоянию рынка тоже, мы это видим, нет исследований, которые бы это четко показывали, но есть внутренние данные агрегаторов, услуг психологов, та информация, о которой мы обмениваемся в рынке с другими коучами, что запросы руководителей и менеджеров, они вот в этом спектре, от спорта высоких достижений до лечения адского расстройства, вот они мигрируют от вот этого полюса вот сюда. То есть те, кто раньше мог приходить с запросами, похожими на психологическое консультирование, стали все чаще приходить с состояниями, с которыми людям уже надо к психиатру и фарму прописать, и это нормально, мы так и делаем, да, отправляем. Есть люди, которые раньше занимались, значит, пытались реализовывать свои запросы в коучинговом формате, но они такие, о, все, я что-то начинаю разваливаться, мне нужен психолог. А те люди, которые, значит, раньше прямо на какие-то сверхдостижения, чаще начинают приходить с запросами, связанными с решением проблем, например, в коучинговой модальности. Так вот, в пандемию это был первый звоночек такой, первый, очень быстрая такая миграция запросов от бизнеса, что нам, пожалуйста, дайте коучу, у которого есть подготовка психолога или психотерапевта. И поэтому, если говорить про сегодняшнее состояние рынка, особенно после, давайте, эвфемизмы будем использовать, к сожалению, нам приходится это делать, февральских событий, значит, этот тренд усилился. То есть, руководители и менеджеры стали все больше обращаться с запросами, которые до степени смешения напоминают психотерапевтические. И вряд ли мы увидим, что эта ситуация в ближайшее время будет кардинальным образом меняться. Пропадает ли спрос на коучинг? Нет, конечно, нет. И запросы сохраняются, и люди сохраняются, и бизнесу задачи нужно решать. Но в целом мы видим, что психологическое здоровье населения массово деградирует, ну и в бизнесе в том числе, что неудивительно. По этой причине мы в ассоциации вот уже какой-то второй год, ну то есть у нас второй набор курса, мы готовим людей с базовой подготовкой в КПТ. И дальше даем когнитивно-поведенческий коучинг как надстройку на ту же самую когнитивную модель, и мы отталкиваемся от того опыта, который уже есть у психолога или психотерапевта в работе со своими клиентами. То есть вот то, что я описывал про границу, как мы ее видим, между коучингом и психологическим консультированием, мы определяем таким образом именно для того, чтобы в этой подготовке для психологов и психотерапевтов иметь возможность оттолкнуться от их опыта на максимально далекую дистанцию. То есть чтобы люди могли вот прямо на уровне ощущений, определенных конкретных маркеров, почувствовать, ага, вот так я делаю терапию, а вот теперь я прихожу на отработку на техники и навыки или на практическое онлайн занятие, и там на нем я действую несколько по-другому, мой фокус внимания направлен на другое, я по-другому выстраиваю коучинговые отношения по сравнению с терапевтическими, и я чувствую эти отличия. И мы стремимся сделать эту растяжку максимально сильной и помочь вам научиться на уровне ощущений чувствовать разницу между вот этим состоянием «я терапевт» и вот этим состоянием «я коуч», и отличием коуч-позиции от терапевтической позиции. Когда вы учитесь удерживать нужную модальность и нужное состояние, после этого, когда у вас это становится достаточно дифференцировано, вы уже это можете интегрировать. В этом смысле, теперь давайте, там был один из вопросов, какие бывают коучинги вообще, как они делятся, какие бывают модальности. С моей точки зрения, это проблема рынка. Это относится к психологам массово и к коучам. Когда вот если вы зададите вопрос в рынке коучу или психологу, ты в какой модальности работаешь? Ну, братья-сестры КПТшники молодцы, говорят, мы в КПТ. Братья-сестры гештальтисты говорят, мы в гештальте. Братья-сестры психоаналитики, психодинамики говорят, мы в психодинамическом. Но огромное количество людей такие «я в интегральном подходе работаю» или «в интегративном». Обычно это означает, что я вот отсюда взял, отсюда взял, отсюда взял, отсюда взял, что-то слепил и этим пользуюсь. В чем проблема массово? Я не обвиняю в этом каждого человека, который пользуется словами интегративный подход или интегративная модальность. Проблема в том, чтобы что-то интегрировать, это что-то сначала должно быть дифференцированным. Это важный очень момент. То есть для того, чтобы интегрировать модальности, сначала нужно уметь работать в чистой модальности. Тогда, умея удерживать одну модальность, умея удерживать другую модальность, вы можете их интегрировать. Вот с коучингом и терапией в нашем подходе ровно все то же самое. Вы должны уметь работать в модальности когнитивно-поведенческого терапевта или консультанта. Вы должны уметь удерживать модальность когнитивно-поведенческого коуча, чистого. И после этого вы можете их каким-то образом интегрировать. Что мы говорим об интеграции и как мы работаем с клиентом? Можно ли использовать в кавычках, как были некоторые запросы, коучинг в терапии или терапию в коучинге? Здесь одновременно есть несколько ответов. Первый, что реальная жизнь, конечно, гораздо богаче любых полярных ответов «да» или «нет». То есть если мы возьмем любого каждого конкретного клиента, то работая с ним в когнитивно-поведенческой модальности, мы даже в чистом коучинге можем обнаружить, что клиент сам соскальзывает в исследовании какой-то проблемы или какого-то убеждения или какой-то интерпретации, которая мешает ему достичь какой-то цели, которую человек себе назначил. А у нас есть правило, что мы должны следовать за интересом клиента в коучинговой модальности. И если интерес клиента уходит туда, то должны ли мы за ним следовать, должны ли мы его вытаскивать обратно, должны ли мы упираться всеми руками и ногами или что мы должны делать? Большой вопрос. На практике мы следуем за клиентом. Уходим ли мы в терапию? Ну вот мы даем ответ в нашем курсе, что нет, мы не уходим в терапию, что мы используем другой режим, мы вводим понятие режима специалистов. Я не буду останавливаться на этом подробно, потому что я делал на эту тему лекции отдельно, они на ютубе есть, вы можете посмотреть. Но при этом мы просто в какой-то момент возвращаемся обратно к определенному коучинговому движению в коучинговой модальности. Да, хороший вопрос. Юлия, вот я прямо сейчас его прочитаю и тут плюсую. По-прежнему не понимаю, что именно дает коучинг, чего нет в самом КПТ. Я, наверное, так переведу тут опечатку. Почти весь когнитивно-поведенческий подход состоит из техники обсуждения. Техники и обсуждения – это кирпичики, из которых, ну это метафора, из которых складывается некое здание. И это не все кирпичики, есть еще несколько типов, кроме техники и обсуждений. Из одних и тех же кирпичей можно сложить печку, можно сложить храм, можно сложить склад. Да, условно говоря. Вот коучинг и терапия состоят из техники обсуждений, как из кирпичиков. С точки зрения техник, разницы между терапией и коучингом почти нет. Это факт. Потому что и там, и там есть план действий, и там, и там есть направляемое открытие, и там, и там есть сократический диалог иногда. Ну, в коучинге он просто по-другому может выглядеть, но, тем не менее, очень смежной техники. Вместо падающей стрелы в коучинге может использоваться взлетающая стрела. Но в целом, я не знаю, протоколы ABC или SMER в модели АКПП используются и там, и там. И более того, я вас даже еще вам больше скажу, что есть, конечно, традиционная когнитивно-поведенческая терапия, которая нацелена на прояснение и концептуализацию глубинных дисфункциональных, дезадаптивных убеждений и их реструктуризацию. А современная терапия института БЭКа, когнитивная терапия, ориентированная на восстановление, вообще становится похожей на коучинг до степени смешения, потому что она с опорой на ценности помогает людям выстраивать план действий на следующую неделю так, чтобы люди могли прожить свою жизнь наиболее наполненным для их текущего состояния образом. И кажется, что разницы нету, а она, как в том анекдоте, суслика видишь, нет, а он есть. Вот, здесь тоже разница есть. Что дает коучинг? Я возвращаюсь, Юли, к вашему вопросу, я не убегаю от него. Что он дает? Дело в том, что в коучинге есть вещи, которые отличаются от терапии для самого помогающего специалиста. Первое – это фокус внимания, куда его направляет специалист. И эта разница, она очень ощущается. Второе – это не только, давайте грубо назову, формат взаимоотношений терапевта и коуча с клиентом. Они тоже отличаются, они отличаются просто по внутренним ощущениям. Третье – они отличаются в зависимости от запроса клиента еще и желаемого результата, который клиент хочет в этой деятельности получить. Он отличается степенью ответственности на разных этапах совместной работы, которую берет на себя клиент, коуч и кто за что, какую ответственность берет. Эти отличия, их недостаточно просто услышать от меня вот так или в теории, их очень нужно попробовать, когда вы просто берете, начинаете с человеком буквально по кирпичикам работать в коучинговой модальности, и вы просто чувствуете эту разницу. Кстати, чтобы не быть голословным, Юлия, я понимаю, что можно очень долго описывать на вкус банан или апельсин, но это никакого толка не даст. В чем прелесть курса, который мы запускаем? Он стартует 29 июня. Июня? Июня. Да, 29 июня. Так вот, прелесть в том, что мы будем делать параллельно с этим курсом раз в две недели открытые демо-сессии коучинговые, на которые вы можете приходить, даже если вы на курс не записывались. То есть вы можете на курс не пойти, а на демо-сессии приходить. И вместо того, чтобы слушать рассказы, вы просто придете и посмотрите, что же такое когнитивно-поведенческий коучинг. И в чем отличие от терапевтической работы? Если вы откроете просто YouTube и наберете там демо-сессия, там я не знаю, MCC ICF какого-нибудь, ну то есть мастер-коуча по модели Международной ассоциации коучинга, то вы тоже увидите, что есть некие отличия от… ну пусть даже это не когнитивно-поведенческая модельность. Вы увидите, что есть какая-то разница по сравнению с кодом терапевтической сессии. И вы сможете начать для себя формировать это представление. Мы в курсе даем некие модели, да, конкретные, в чем эти отличия состоят. Мы даем маркеры этих отличий. Мы помогаем на практике в рамках практических онлайн-занятий и отработки техник и навыков отдельных коучинговых компетенций. Мы помогаем это почувствовать и научиться ездить на велосипеде, держать этот баланс. Коучинг отличается от CTR. Тоже вопрос прозвучал, да, CTR – это когнитивная терапия, ориентированная на восстановление. Тем, что коучинг – это коучинг, а терапия – это терапия. То есть CTR, цель CTR – это помощь человеку с диагностированным расстройством, у которого есть определенные признаки и диагностические критерии. Помочь из состояния расстройства выйти в состояние ремиссии или излечиться. Цель коучинга заключается в том, чтобы помочь человеку достичь значимой для него цели, если этот человек находится в неком условно-субъективно-благополучном состоянии. Вот, собственно, эта разница принципиальная. С точки зрения внутренней структуры там достаточно много сходств. И, собственно, одна из прелестей освоения коучинговой модальности заключается в том, что осваивая коучинговую модальность, отталкиваясь от традиционной КПТ в своем собственном опыте, вы приобретаете вот это устойчивое внутреннее состояние, понимание, как это вообще находиться в этой модальности, которое вам помогает очень быстро перейти в CTR. То есть вот это очень важная вещь, потому что переучивание в CTR подразумевает не просто узнавание новой теории. Для того, чтобы эффективно работать в CTR, вам нужно немножко по-другому направлять свой фокус внимания, когда вы работаете с клиентом. Вам нужно немножко по-другому с ним работать. По внутренним ощущениям, куда вы смотрите и что вы предпринимаете в этой работе. Я об этом уже говорю как супервизор. И поэтому освоение коучинговых навыков вам поможет очень быстро освоить модальность когнитивной терапии ориентированного восстановления. По поводу демо-сессии. Друзья, коллеги, я их анонсировал. Они будут. Подписывайтесь на новости ассоциации, если еще не подписаны. Но раз вы здесь, то скорее всего подписаны. Следите за этими новостями. Мы будем их объявлять. Они будут открытыми. Вы можете приходить, смотреть, задавать вопросы. Вот. Совершенно будет открытая история. Чем КПТ-коучинг отличается от международных стандартов ICF? Важный вопрос. Международные стандарты ICF предназначены… А, я, кстати, да, спасибо еще за этот вопрос, потому что я возвращаюсь к вопросу про много разных модальностей. Поскольку у коучинга был низкий порог входа, кто во что гораздо в нем развивался, то и подходов в коучинге появилось огромное множество. И, скорее, правильнее говорить, наверное, на школах коучинга. Потому что есть подходы близкие, например, к психодинамическому направлению, есть психоаналитический, психодинамический коучинг. Есть подходы близкие к гештальту. Есть подходы близкие к гуманистической терапии. Ну, просто мы не можем говорить, что есть отдельный гештальт-коучинг, отдельный гуманистический коучинг. Скорее можно говорить, что одна школа тяготеет к одному подходу, другая школа тяготеет к другому подходу. Все они, по большому счету, относятся к некой базовой модели представления о человеческой психике или о каких-то благополучных состояниях человека. То есть, что такое благополучное состояние человека и на чем базируется переход человека из неблагополучного состояния в благополучное. Кроме того, естественно, есть много всякого разного коучинга, смежного с когнитивными, поведенческими и когнитивно-поведенческими направлениями. То есть, есть бихевиоральный коучинг, есть когнитивный коучинг, есть когнитивно-поведенческий коучинг, есть рационально-эмотивно-поведенческий коучинг, то есть репт-коучинг. Точнее, он E-R-E-B-C называется, не репт-коучинг, да, КП-коучинг, репт-коучинг. То есть, каждой твари по паре, каждому психологическому направлению в целом есть и соответствующий ему коучинг. Потому что вопрос базовой модели психики, на которую это направление опирается. И кроме этого, есть огромное количество неких авторских направлений, которые все называют кто во что гораст. То есть, опять же, миллион интегративных коучингов, миллион трансформационных коучингов и миллион всяких разных, наверное, каких-то еще. Еще один важный момент, что единого когнитивно-поведенческого коучинга тоже не существует. Сюрприз-сюрприз. Есть ряд авторов, которые описывают некие общие черты. Что у нас у всех общего? Что во всех когнитивно-поведенческих направлениях мы опираемся на когнитивную модель, мысли, эмоции, реакции. Мы все опираемся на современные представления науки об устройстве человеческого мозга, нейрофизиологические и так далее. Мы все опираемся на более-менее принятую в научном консенсусе биопсихо-социальную модель. Ну, это почти все. Кроме этого, есть направление когнитивно-поведенческого коучинга, которое, например, запускал в свое время Артур Фриман. Есть статьи его, знаменитый когнитивно-поведенческий терапевт. Есть направление, которое запускал Стивен Палмер со товарищей, они его активно развивают. То есть, великобританский когнитивно-поведенческий коучинг – это такая своя страна большая. Есть американский когнитивный коучинг, который немножко отличается и по моделям, которые используются. Кто-то называет стандартным коучингом использование гроу-модели в сессиях, но это не совсем так. Гроу-модель, она очень общая, можно использовать как угодно. Поэтому есть огромное разнообразие. Наверное, когнитивно-поведенческий коучинг, он ближе всего к этой ветке знания, которое можно называть близким к научному знанию, скептически, рационалистски обоснованному, стремящемуся к evidence-based. Сегодня еще рано говорить про evidence-based, мы не накопили достаточного количества информации, но тем не менее количество исследований об эффективности коучинга непрерывно растет. Когнитивно-поведенческий коучинг чаще других типов, возможно. Ну, я могу сейчас утрировать, но мне кажется, что нет. Стремиться к измеримости результатов, потому что когнитивно-поведенческие коучи, в том числе и исследователи в КПК разных подходов, они стремятся к тому, чтобы научно доказать эффективность. То есть грамотно провести исследование, сделать у него грамотный дизайн. Для этого нам нужно достаточное количество похожим образом подготовленных коучей с примерно одинаковыми и понятными компетенциями. Для этого нам нужны шкалы этих компетенций и так далее. То есть вот этого много. И поэтому, если говорить про международные стандарты ICF, то они специальным образом сформированы так, чтобы все эти направления соответствовали этим стандартам. То есть компетенции коуча в ICF, они описаны, размыто не совсем подходящее слово, но они довольно общие. То есть они действительно выделяют, насколько это возможно, именно коучинговую модальность. Но они описывают очень разных коучей. От таких очень жестко нацеленных на какую-то клиентскую результативность до тех, кто занимается какими-то ценностными трансформациями. И их техники могут сильно отличаться друг от друга, многие вещи могут сильно отличаться друг от друга, но они все нацелены на высокую межличностную эффективность, на качественное коучинговое взаимодействие, на удержание коуч-позиции, на правильную контрактацию в коучинге и так далее. Все то, что описывают те или иные стандарты федерации. Когнитивно-поведенческий коучинг, как мы его развиваем в КПП, соответствует тем же самым стандартам. То есть курс по одному из этих направлений, системный когнитивно-поведенческий коучинг, содержит тот набор необходимых часов обучения, теории и практики, фокуса на конкретных компетенциях, которые требует и Международная федерация ICF, и Ассоциация русскоязычных коучей. И модели компетенции в КППП согласованы с одной стороны с моделями компетенции когнитивно-поведенческого терапевта, CTRS, которые в учебнике Judith Beck описаны. А с другой стороны, модели компетенции соответствуют моделям компетенции той же АРК и ICF. То есть мы обучаем и показываем, где это все согласуется. Так, вот, да, спасибо за вопрос. Ольга, в чем особенность системного когнитивно-поведенческого коучинга? Повторюсь, да, когнитивно-поведенческих коучингов много, и это хорошо. Они все опираются на одни и те же теоретические базовые посылки, и так или иначе все они согласуются с… Ну, я надеюсь, все они согласуются с традиционной когнитивно-поведенческой терапией, CTR. Подходы формируются, исходя из разных целей. То есть, когда мы говорим про вашу практическую деятельность, возможно, не так важно, какую подготовку вы вообще имеете как коуч. Немножко крамольную, может быть, мысль скажу. Если вы можете в демо-сессии продемонстрировать определенный уровень владения компетенциями коуча, который описан в том числе в ICF. Если мы посмотрим две сессии, одну из которых ведет коуч в гештальт-подходе, одну ведет системный когнитивно-поведенческий коуч, а третью ведет рациональный-эмотивный поведенческий коуч, то мы можем в этих сессиях не обнаружить никакой разницы визуально со стороны. Но при этом у этих трех людей будет разное внутреннее представление о том, что происходит. Они будут по-разному моделировать у себя в голове, что конкретно они сейчас делают во взаимодействии с клиентом и что с клиентом происходит. То есть гештальтист, когнитивно-поведенческий рациональный-эмотивный терапевт, коуч, они будут это по-разному видеть. Поэтому в разных когнитивно-поведенческих подходах есть разные цели с точки зрения моделирования того, что происходит в голове коуча. То есть есть подходы, которые нацелены на максимально быстрое освоение, то есть чтобы можно было как можно быстрее освоить и пойти использовать. То есть более жесткие протоколы, более фиксированная последовательность действий, выдающая, как по правилу Парета, результат в большем количестве случаев. Когда коуч углубляется, нарабатывает часы налета, все больше практики, то естественно его понимание и представление расширяется. Он уходит от этих более конкретных протоколов в некие более обобщенные. То есть, например, если мы возьмем какую-нибудь модель практиц Стивена Палмера, которая предназначена для проблемно-ориентированного коучинга, он предлагает прям четкую модель. По буквам, это первые буквы, аббревиатура действий. Проблема, результат, действие, еще что-то. По первым буквам. Он прям вот так студентов они готовят. Что вот ты идешь, делай раз, делай два, делай три. Вот такой протокол сессии. И она работает. Но когда человек практикуется в модели практиц, практикуется, 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 он видит, что там иногда какие-то буквы выпадают. Иногда нужно где-то в сторону уйти. Иногда еще что-то такое нужно сделать. И происходит развитие, усиление этих компетенций, и коуч становится более гибким, более эффективным, в конце концов, более личностно соединенным и более безошибочно взаимодействующим с клиентом, потому что коучинг – это все-таки такой живой контакт, как и терапия во взаимодействии с нашими клиентами. В чем особенность системного когнитивно-поеденческого коучинга? В том, что он изначально разрабатывался как модель наиболее эффективного освоения коучинговой позиции, коучинговой модальности для людей с терапевтической и психологической практикой. То есть системный когнитивно-поеденческий коучинг мы разрабатывали совместно с Дмитрием Ковпаком и другими коллегами ассоциаций так, чтобы это давало специалистам максимально противоположную модель от их терапевтического опыта, если можно так описать. То есть чтобы люди могли себе объяснить, в голове это уложить, по полочкам структурировать, все четко, ясно и понятно, почему я сейчас вот здесь в коучинге, находясь, чувствую то, что я чувствую, что я делаю, где находится клиент, куда он идет, что с ним происходит, что я сейчас делаю, и чтобы вот это было максимально, давало наиболее отличный опыт от того, что происходит здесь, но при этом чтобы это было согласовано на уровне теоретических фундаментальных моделей. На словах звучит очень общо. Вы можете набрать, опять же, системный когнитивно-поведенческий коучинг в интернетах, и вам в поисковике вывалится, во-первых, ссылка на курс, вы можете там посмотреть подробности, во-вторых, наверняка вам вывалятся ссылки на видео на ютубе, где я рассказываю о системном когнитивно-поведенческом коучинге, о моделях режимов, можете там почитать. И, наконец, вы можете найти статью нашу с Дмитрием Викторовичем, которая называется «Системный когнитивно-поведенческий коучинг». Там статья на 40 страниц, вы ее просто берете, читаете и получаете ответ на свой вопрос. Более подробно. Мария спрашивает, насколько имеет смысл обучаться когнитивно-поведенческому коучингу, если база в другом подходе, например, гештальт-терапии. Конкретно у нас сейчас в ассоциации это сделать невозможно. То есть, в целом, поскольку когнитивно-поведенческая терапия – это все, что работает, мы считаем, что обучаться и когнитивно-поведенческой терапии, и коучингу надо, конечно, обязательно. Но мы не объясняем на этом курсе базовом когнитивно-поведенческую модель и всю базовую теорию. Мы не объясняем, что такое концептуализация по Джудит Бек. Мы не объясняем, что такое реструктуризация глубинных убеждений. Мы предполагаем, что вы это уже знаете и умеете. Поэтому наш базовый курс сейчас, который стартует, предназначен именно для людей, у которых есть когнитивно-поведенческая терапевтическая подготовка. Имеет ли это отношение к общей теории систем? Да, имеет. Мы рассматриваем человека как биопсихосоциальную систему, которая взаимодействует с другой биопсихосоциальной системой в виде коуча. Вместе они составляют некую систему в рамках коучингового альянса, коучинговых отношений. И это динамическое взаимодействие, приводящее к изменению состояния клиента как системы. Да, спасибо, Павел, что вы направляете фокус внимания, потому что хотелось поговорить про рынок еще. То есть я надеюсь, что о чем мы успели поговорить. Давайте попробуем резюмировать. В общих чертах накидали, как коучинг появился, где там примерно несуществующие границы между терапией, психологическим консультированием и коучингом, какие коучинги бывают, какой коучинг в ассоциации, где об этом можно подробнее посмотреть. Вот это мы с вами обсудили. Обсудили, нужна или нет подготовка и образование психологическое для коуча. Павел возвращает следующий вопрос. А сколько зарабатывает коуч после обучения, практикуя предлагаемый подход? Интересуют цифры. Стоимость сессии, сколько берут клиенты в среднем? Здесь мы как раз снова возвращаемся к состоянию рынка. Затронули мы это только частично, говорили о том, как изменяется запрос руководителя на коучинг. Опять же, грубо, да, можно разделить. Хотел на два, но, наверное, давайте попробуем разделить на три типа тех клиентов, с которыми приходится работать. Я сейчас из головы эту модель формирую, но мне кажется, она похожа на правду. Первое – это частные клиенты, аналогичные клиентам психологов, консультантов или психотерапевтов, которые сами осознают свою потребность в коучинге, обращаются за сессией, приобретают ее из своего кармана, как физлицы. Вторая диаметрально противоположная история – это такой корпоративный коучинг, это часть корпоративных программ развития, когда компания, чаще это даже HR-директор, ищут коучи и выбирают для работы с руководителями высшего и среднего на сегодняшний день звена. Коучинг руководителей младшего звена на сегодняшний день силами внешних коучей не практикуются, потому что это слишком дорого, либо для этого воспитываются внутренние коучи внутри компании. Такая практика тоже есть. Но ставок, то есть вакансии внутреннего коуча, то есть того, который работает в найме на компанию и коучит сотрудников этой компании, таких вакансий крайне мало. Они практически не появляются, потому что часто в компании есть кому эту вакансию занять. В общем, редкая такая история, редкий зверь. И посередине между этими двумя полюсами, то есть частный частник, который платит сам за себя, и корпорация, которая платит за среднего или топового ментора. Есть еще такое промежуточное звено, это предприниматели, самозанятые, то есть это такой микро и малый бизнес, где владелец этого микро и малого бизнеса, либо вообще без сотрудников, либо 2, 3, 5, 10, 20 сотрудников, сам принимает решение о том, что он с вами работает и, по сути дела, платит из кармана компании. Но очень часто это оплата по безналу с точки зрения именно юридического взаимодействия. Разница довольно ощутимая, потому что в первых, ну вот в случае частных покупателей, и вот когда предприниматель сам вас покупает, у вас двусторонний контракт, как и в психотерапии. То есть у вас нет третьего лица в контракте. В бизнес-коучинге есть отдельный нюанс, и мы об этом тоже рассказываем на базовом курсе и учим, как с этим быть. Есть заказчик коучинга, это обычно руководитель менеджера, сам менеджер, ваш клиент в коучинге непосредственно, и вы. И вам приходится сочетать интересы всех трех сторон. То есть вам руководитель менеджера платит за определенные типы изменений. У менеджера внутри коучинговой работы может кривая повезти куда угодно. И как вы, как коуч, будете с этим взаимодействовать? На это есть ответы, но это нужно учиться делать. И для тех, у кого не было коучинговой практики в корпоративной среде, это, в общем, довольно непростая задача. Но она осваивается, в этом нет ничего сакрального. Теперь, значит, сколько зарабатывают? Сегодня, и с моей точки зрения, это не вполне обоснованное различие, но оно есть. Коучи, которые работают с частными клиентами, выставляют среднюю стоимость часа несколько выше, чем психологи и психотерапевты. Не сильно выше, но несколько выше. Если мы говорим про начинающих терапевтов, имеющих какую-никакую практику, которые работают за 2-2,5 тысячи рублей в час, допустим, если брать Москву и крупные города, то коучи начинают где-то, наверное, от 3-3,5-4, то есть это такая нормальная цена. Если терапевт берет уже 3-3,5 тысячи рублей, то для коуча такой же квалификации часто нормальная история 5-5,5 тысяч рублей. Там есть такие тоже довольно понятные границы именно в частном коучинге, по уровню квалификации где-то на уровне 7 тысяч рублей и где-то на уровне 10 тысяч рублей. Больше 10 в массовом рынке мало. То есть больше за сессию – это начинается уже все-таки работа с предпринимателем, с теми, кто может, управляя своей компанией, пусть и небольшой, но тем не менее позволить себе это как в том числе инвестицию в бизнес через себя, я так назвал. Я хочу, работая над собой, улучшить показатели моего дела, которым я занимаюсь. И там час где-то вот между 10 и 20 тысячами, наверное, где-то такой порядок. Это если мы говорим, опять же, про Москву, в регионах, естественно, эти значения меньше. Если мы говорим про корпоративный коучинг, то начинается он, я думаю, что где-то от 10К, если мы говорим про внешних коучей. Это относительно небольшой, скорее средний бизнес, который только начинает нанимать коучей для бизнеса. Средний уровень по больнице, если мы говорим про уже такой middle management, уже приближенный к высокому, это до 30 где-то тысяч за сессию. И коучи топ-менеджеров там, в принципе, нормально доходит, если мы говорим про крупные федеральные компании, до 50 тысяч за сессию. Но надо понимать, что у вас не будет этих сессий 20 в неделю. То есть это практически невозможно. Сегодня коучей, которые бы по такой цене вырабатывали такое количество часов, нет. То есть если вы по цене там 5000 час можете себе забить график полностью, то сессиями по 50К в час вы себе весь график не забьете даже близко. Но чтобы туда прийти, это надо постараться. То есть это тоже надо понимать. К коучам, руководителям высшего звена выдвигаются ожидания, связанные с их собственным бизнес-опытом. То есть если у вас нет опыта в бизнесе, не обязательно как предпринимателя, но как руководителя, как человека, который поработал в бизнес-среде, который понимает бизнес-среду, вам, в общем, будет довольно сложно обосновать, почему человеку нужно будет выбрать вас. Но в целом это мне не кажется невероятным. То есть это рынок открытый, вы в рынке. Если у вас есть такие возможности, то welcome, почему бы нет. Почему я говорил о том, что мне это кажется не очень справедливым? Дороговизна лайф-коучинга по сравнению с психотерапией не обоснована ничем, кроме того, что коучинг начинался из бизнеса. То есть коучинг начали закупать в бизнесе, его начали закупать по относительно высоким ценам, потому что не было какой-то систематической подготовки коучей, и в общем, их было мало, их не хватало, и они тоже хотели кушать, и они были уже до этого предпринимателями, бизнесменами, руководителями высшего звена, очень многие оттуда приходили в коучинг. В общем, коучинг сформировался в бизнесе, как вы помните, я говорил, что там черная тачка, водитель с галстуком и коучинг. И поэтому стоимость коучинга оказалась достаточно высокой. И из бизнеса коучинг стал приходить в лайф, потихоньку снижая стоимость часа. Там же в эти 30-50 тысяч рублей еще вложено огромное количество всего. Вы потратите кучу времени на согласование договоров, на бухгалтерию, на переговоры, на бесплатные chemistry session, так называемые, на сессии знакомства с потенциальными клиентами, которые выберут не вас, а другого коуча. То есть у вас на один час работы, за который вам заплатят эти 30 или 50 тысяч рублей, у вас еще будет 10 часов или 5 часов какой-то дополнительной работы для того, чтобы обеспечить этот контракт. Поэтому с точки зрения управления своей практикой, себестоимость часа в бизнес-коучинге, она, конечно, выше, но не радикально выше, чем в лайф-коучинге. Это важно уметь считать. И вот по той причине, что лайф-коучинг, он как бы возник из такого удешевления и упрощения и расширения спроса на коучинг вообще, он, ну вот так исторически сложилось, он стал дороже, чем психотерапия, некая такая премиальная услуга. С моей точки зрения, кроме истории, это не обосновано больше ничем. Ну, то есть вообще. Для этого нет ни единой причины. А рыночек все поставит на свои места. Поэтому я вангую, извините меня за просторечное выражение, что в течение пары лет максимум стоимость лайф-коучинга сравняется со стоимостью психологического консультирования и психотерапии. Поэтому идти в коучинг с мыслью, а вот сейчас я тут начну вместо психотерапии делать то же самое, только назову лайф-коучинг, или там почти то же самое назову это лайф-коучинг, и резко начну больше зарабатывать, я бы так в этом не целился. Но у освоения коучинга как модальности есть несколько ценных последствий. Первое. Когда у вас заканчивается контракт с вашим клиентом в психотерапии, он вылечился и говорит, доктор, спасибо, я пошел. А теперь у вас установились хорошие терапевтические отношения. Если вы грамотно работали в КПТ, то вы ближе к концу контракта отдавали вашему клиенту все больше и больше ответственности за свою жизнь, за свои интересы, он учился делать или она планы действий. И ваши отношения трансформировались. Кто, кстати, с этим не знаком, очень рекомендую, на русский, правда, не переводили, Николаса Казанца. Есть книжка по терапевтическим отношениям в когнитивно-поеденческой терапии, прям бомбезны. И ваши отношения к концу этого контракта, из 10, 15, 20 сессий, не знаю, сколько там работали, 6, становятся более похожими на коучинговые. Они еще терапевтические, но там уже возможна переконтрактация. И вместо того, чтобы клиент говорит, спасибо, доктор, я пошел, вы можете сказать, или клиент вам может сказать, доктор, а теперь я хочу вот уже чего-то добиваться большего. И вы добавляете коучинг просто к тем услугам, которые вы оказываете. И вы можете с одним и тем же клиентом работать и в коучинговой, и в психотерапевтической модальности, грамотным образом переходя, точнее, переводя работу из одного в другое. То есть параллельно работать в модальности коуча и терапевта, ну, очень трудно с одним и тем же клиентом. Работать с одним клиентом в терапевтической, параллельно с другим в коучинговой абсолютно возможно. Опять же, маркеры перехода из одной модальности в другую Какие они? Я взял клиента в коучинг, а он тут у меня расклеиваться начал Когда его в терапию переводить? Если я умею делать терапию Мы тоже даем ответ на эти вопросы Так, Павел, я еще не до конца на ваш вопрос ответил Стоимость сессии, это я рассказал Сколько сессий беру клиент в среднем? Это тоже важный момент Потому что тоже отличается И если вы развивались в когнитивно-поведенческой терапии Возможно, слышали про терапию в одну сессию Но для терапевтов это пока еще не супер распространенный подход Терапевты даже в КПТ стремятся 10 сессий, условно говоря, продать Хотя мы не имеем права продавать 10 сессий по этическому кодексу Мы не можем людям продавать пакеты Потому что человек может в любой момент закончить И имеет право завершить терапию Но тем не менее, в общем, мы к этому склонны И иногда бывает такое ощущение, что ну что такое Вот одну сессию я провел с клиентом, и все это же Мы только тут анамнез успели собрать В общем, ничего не успели сделать То в коучинге работа в одну сессию – это прям сильно более частая история На порядок более частая, чем в терапевтической работе То есть коучинг в одну сессию – это нормальный, работоспособный формат взаимоотношений с клиентами И поэтому, если говорить про то, сколько сессий берут клиенты в среднем То там нет среднего, там есть вот такое распределение, которое не экспоненциальное Как-то единица на х, ну вот такое, в общем, обратное То есть много клиентов, да, по правилу Парет 80% клиентов берут одну сессию Еще 10% клиентов работают в контракте от 2 до 5-6 сессий И есть небольшое количество клиентов, которые остаются надолго И там могут год или два с определенной регулярностью Там раз в две недели или раз в месяц приходить на сессию Потому что у них такой психотип, им так комфортно работать Есть много людей, которые взяли сессию, ушли, пожили, поработали, подвигались У них созрел запрос, они приходят с этим запросом на сессию Через два месяца поработали, снова ушли в пампасы Через две недели опять возвращается, потому что у них новый запрос созрел Ну, то есть вот такая мерцающая контрактация Это тоже нормально, и мы учим с этим работать Отдельный модуль у нас есть на курсе, который называется Структурирование коучинговых сессий и программ И там мы как раз рассказываем о том, что бывает и как это можно упорядочивать Вот, тоже на сайте курса можете посмотреть Ирина спрашивает, можно ли идти на обучение, если сейчас в середине обучения на базовом курсе По КПТ, я предполагаю, еще нет активной практики Вот здесь ответ да, потому что для нас важно, что вы встали на эту дорожку Что вы закончите этот курс, ну, согласно сценарию Вы уже знаете базовую когнитивную модель И условно там половинку Джудит Бэк осилили Вот для нас этого достаточно, потому что дальше Как мы видим по опыту нашего первого потока Эти вещи будут у вас усиливать и взаимодополнять друг друга То есть это вам не помешает, наоборот, это будет вам довольно полезно Для того, чтобы более ответственно и аккуратно осваивать обе модальности Здесь только следите за тем, чтобы вам хватило ресурсов Ваших временных и прочих для того, чтобы учиться одновременно и там, и там По каким дням недели происходит обучение, в какое время дня Базовый курс, который стартует 29 июня Ну, опять же, почитайте на сайте, да, поподробнее набирайтесь Курс «Системный когнитивно-поведенческий коучинг» в поисковике Там ссылка на страничку ассоциации БК associationcbt.ru slash systemiccbcoaching У нас там такой смешанный формат Мы первый поток провели в формате классических семинаров в Zoom Сейчас мы теоретическую часть выносим в систему дистанционного обучения То есть вы в удобное вам время смотрите теорию Слушаете, записываете, переслушиваете много раз, если вам это нужно И в ряде модулей у нас есть так называемые практические онлайн-занятия На которых вы, собственно, практикой занимаетесь Их будет 10 за весь курс И у вас будет 12 занятий тоже практических, которые техники и навыки Для освоения в практике конкретных компетенций То есть вы теорию смотрите, когда вам удобно На практику вы приходите под надзором супервизора, преподавателя Вот в обозначенное время Обозначенное время в нашем случае – это среды с 7 до 9 Если мне память не изменяет То есть мы будем учиться по средам вечером Сколько стоит на сайт Не буду так впрямую говорить Или скажу впрямую Хотя почему мне сказать впрямую? Раз вы вот мне написали, почему мне не сказать впрямую? Чего стесняюсь? Господа терапевты, расскажите мне, в чем у меня Какой у меня перенос сейчас произошел? Курс стоит 96 тысяч Это, так называемые в кавычках, грязная цена Предусмотрены скидки для членов КПП За единовременную оплату Там, в общем, какие-то целые отдельные истории У нас есть специально обученные менеджеры, которые вам помогут Клиентские, не надо стесняться Кажется ли самому, что дешево? Нет, на самом деле, мне кажется, что очень дешево Здесь скорее причина в том, что мы стремимся в ассоциации разделять Как-то давать каждому заниматься тем, что у них получается лучше всего И у меня лучше всего получается делать обучающие программы и учить А помогать нашим студентам и членам ассоциации лучше всего получается у наших клиентских менеджеров Они вас всех очень любят, с вами нежно обращаются и общаются И на все вопросы готовы отвечать вам сутками Поэтому, в общем, вот это все можно сделать там на сайте Не буду отнимать хлеб у клиентских менеджеров Промокод не дам, потому что не знаю даже, что он есть Если есть базовый годовой курс коучинга, но нет обучения в КПТ Есть ли курс по КПК специализации? Да, вот это хороший вопрос, Наталья, пока нет Но планируется, потому что у нас, в общем, идут разработки и с другими целями Да, там других когнитивно-поведенческих подходов Поэтому прямо сейчас нет, осенью, вероятно, будет следить за обновлением То есть для тех, у кого есть уже подготовка в коучинге или вообще нет никакой подготовки Но хочется именно когнитивно-поведенческую модель взять, базу и так далее Ближе это к лайф или к бизнес-коучингу Здесь нет ближе, мы берем общий фундамент, мы осваиваем все нужные нам компетенции У нас есть два отдельных семинара в конце Один посвящен лайф-коучингу, его ведет системный коуч Елена Ханина Прошу прощения, системный, семейный То есть она занимается лайф-коучингом и более того коучингом семейных пар У нее еще будет отдельный семинар двухдневный по этой теме по коучингу семейных пар А я, ваш покорный слуга, поскольку я практик в этой области, да, у меня своя практика Я executive coach, работаю как раз таки с теми самыми топами У меня есть отдельный семинар по бизнес-коучингу в рамках этого курса То есть мы рассказываем нашим студентам и то, и другое И даем базу, которая относится и к тому, и к другому Просто дело в том, что, как я сказал, границы между лайф-коучингом жесткой точно так же не существует В практике мы встречаемся с тем, что огромное количество запросов в бизнес-коучинге Но они неотличимы от запросов в лайфе Там разница возникает только с тем, двух- это или трехсторонний контракт Каким образом происходит целеполагание, с кем согласуются промежуточные результаты Кто платит, в общем, баланс силы ответственности И вот во всей этой истории, про которую мы тоже рассказываем Так Ну, слушайте, я почти про все рассказал Мне кажется, из того, что было А, зачем бизнес-опыт? Бизнес-опыт – это если вы захотите не просто обучиться бизнес-коучингу А быть эффективным бизнес-коучингом и продавать себя рынку в бизнес Это не я придумал Проблема в том, что клиенты хотят, чтобы у бизнес-коуча был опыт в бизнесе Потому что это помогает коучу осознавать бизнес-контекст И говорить на одном языке Понимать, когда тебе начинают лепить какие-нибудь профессиональные термины Или говорить про какие-нибудь взаимоотношения между департаментами или что-то еще такое Если пришел психолог из академической среды, для него это пустой звук И он работает, может работать менее эффективно С чем это связано? С тем, что коучи работают не столько тем, ну, как и терапевты, впрочем Не только с тем, о чем говорит человек Но и с тем, о чем он молчит Или о чем он не говорит На что не попадает фокус его внимания А выдвигать такие гипотезы Коучу, у которого есть бизнес-опыт, проще, чем коучу, у которого такого опыта нет И поэтому, по факту, он может оказываться более эффективным И самое главное, легче устанавливаться в коучинговые отношения То есть предпринимателям и менеджерам комфортнее разговаривать с людьми С которыми у них этот общий язык легко формируется Но надо сказать, что есть бизнес-психологи, так скажем Которые, в общем, активно работают с бизнесом И хорошо разбираются в бизнес-контексте Поэтому здесь, если вы относитесь к такому роду бизнес-психологов То это, ну, может в переговорах вполне нормально сыграть И там с вами будут работать То есть это чисто вопрос коммуникации в рынке Документы при окончании Это сейчас практически везде У нас сейчас только первые шаги Высшая школа экономики предпринимает по тому, чтобы в дипломах Как-то хоть где-то слово коуч звучало Там есть бакалавриар, там магистратура Наши коллеги, Наталья Антонова в частности Преподает в высшей школе экономики Документ при окончании Сейчас я даже процитирую Я, по-моему, это открывал тут у себя на страничке Мы выдаем удостоверение о повышении квалификации В объеме 128 академических часов Там написано коучинг То, что будет дистанционно Да, это запись с первого потока обучения Там количество материала довольно большое Там порядка 80 с чем-то часов теории И это мы порезали То есть мы же подготовили Это не просто мы берем и целиком запись семинара выкладываем Да, она определенным образом структурирует Там порядка 80 часов и 40 часов практики Получается сейчас 10-12 44 часа практики и вот 80 с чем-то часов теории Плюс еще супервизия, которая проходит суммарно порядка 6 часов Так, у нас уже 20-40 Я вас минут на 10 подзадержал Тут уже появляются благодарности Но еще есть возможность задать вопросы И я с удовольствием вам на них отвечу Если они еще остались Я мог что-то пропустить из чата Я заранее предупреждал У меня было ограничение ответственности Поэтому если еще что-то горит Хотите спросить, пожалуйста Я вот прямо сейчас не убегаю Я еще могу минут на 15 задержаться И на какие-то вопросы ответить Очень надеюсь, что мы выложим запись Для того, чтобы можно было на YouTube посмотреть Елена спрашивает Кто проводит ассессменты? Коуч или ли? Елена, что вы конкретно под ассессментом имеете в виду? В смысле супервизии? Или практические занятия? Напишите, пожалуйста, или голосом скажите Что конкретно вы имеете в виду? Светлана, я знаю, что ассессмент это оценка А, в организациях, Елена пишет Все, понятно Я просто подумал, что речь идет про наш курс Елена, давайте я, значит, для тех, кто смотрит на записи Теперь сформулирую, да, как я понял вопрос Елену, пожалуйста, отметьте в чате, если я правильно его понял Елена спрашивает Кто проводит в организациях оценку персонала И руководящего состава в организациях? Очень часто это делается с помощью первых автоматизированных систем оценки К ним относятся разные там Hogan, CliftonStrengths Есть русскоязычная BasePro В общем, есть большое количество рыночных вендоров И кроме того, оценка бывает проводится в формате так называемых ассессмент-центров Когда где-то в одном месте или в онлайне собирается 100 или 150 или 200 человек И проводится их оценка по определенным критериям и параметрам Их профессиональных или коммуникативных компетенций Или каких-либо еще Которые важны с точки зрения организации Елена спросила, вот это делают коучи или кто-то еще Елена, напишите правильно, пожалуйста, правильно ли я понял ваш вопрос А я пока буду отвечать на то, как я его понял и как я его озвучил Нет, вообще говоря, ассессмент в организациях делают Либо HR-специалисты, либо психологи У разных систем оценки есть сертификации В частности, вот ваш покорный слуга То есть я сертифицирован по ряду систем оценки Например, Хоган Я Хоган Certified Specialist Я сертифицирован по системе оценки Marshall Goldsmith Global Leadership Assessment Ну, там еще по парочке BasePro, по тому же, я сертифицирован Эта сертификация нужна не для того, чтобы провести оценку Она нужна для того, чтобы провести дебрифинг Дебрифинг – это когда человек получает лист с оценкой Руководитель, например, или сотрудник И там какие-то значки, циферки и какие-то слова написаны Ему сложно в этих словах Ну, то есть в словах-то он еще, может, поймет этот отчет Но что делать-то с этим? Куда-то идти учиться Работать с коучем Если да, то в какой зоне развития Как это делать? Вот этот дебрифинг делают сертифицированные специалисты И это не всегда коучи Но многие коучи являются сертифицированными специалистами Тех или иных систем оценки Если мы говорим про проведение ассессмент-центров То это тоже отдельная история Ими занимаются тренинговые центры Ими занимаются консалтинговые компании У которых есть эти компетенции В частности, я проводил неоднократно ассессмент-центры В компаниях разного масштаба В целом, эта история Психологи, бизнес-психологи И часто коучи Иногда это бывают люди, у которых нет высшего психологического образования Но есть практика, наработанный навык Эти ассессмент-центры проводить Но проектируются ассессмент-центры Конечно, людьми с психологическим образованием Хорошо разбирающимися в оценке персонала В том числе с теоретической точки зрения То есть разработка программ оценки Это история не про коучинг Скорее, больше про практическую психологию Если коуч работает в бизнес-среде То разбираться в системах оценки Понимать, как они устроены Уметь делать дебрифинг Это важный навык Который тоже имеет смысл дополнительно отдельно развивать Надеюсь, ответил Да, Алексей, спасибо большое Все понятно, спасибо Да, супер Есть ли еще вопросы, друзья, коллеги? Пока вопросов нет Тогда уже на 15 минут задержал Давайте еще проанонсирую Что у нас будут еще вебинары и эфиры Для раскрытия темы Когнитивно-поведенческого коучинга И курса по КПК Системному, точнее КПК Если вам интересен курс Пожалуйста, переходите на сайт ассоциации Находите там базовый курс По системному когнитивно-поведенческому коучингу Записывайтесь, пишите нашим менеджерам Вам помогут, расскажут все про цены, про сроки и прочее Про корочки получаемые Если просто интересно пока еще что-то про это узнавать, послушать Подписывайтесь на новости ассоциации Там вы будете получать информацию о грядущих вебинарах и эфирах На тему когнитивно-поведенческого коучинга Также у нас будут вебинары и эфиры, посвященные теме развития частной практики Психолога и коуча Это отдельная задача То есть развитие своих компетенций как коуча И развитие своей коучинговой практики Это разные истории В базовом курсе мы занимаемся развитием компетенций Но мы вас не бросаем наедине с рынком, как это делают многие Мы сейчас в этом году стартуем курс по доходу в частной практике Как с нуля начать свою практику психолога и коуча Тоже следить за обновлениями Будет курс называться доход от частной практики Записывайтесь в waitlist еще Мы сейчас не объявляем пока старт, но в waitlist уже можно записаться В лист ожидания То есть вы тоже своим клиентским менеджерам можете сказать Я еще доход от частной практики хочу, расскажите мне подробно Для карьерного консультирования это образование, конечно же, поможет Потому что мы не успели сегодня затронуть этот момент Очень коротко об этом расскажу Ассоциация русскоязычного коучинга предлагает еще такую категорию Как коуч-компетентный специалист То есть это не профессиональный коуч То есть что такое профессиональный коуч? Это тот, кто зарабатывает коучингом деньги Осуществляя коуч-сессии оплаченные А коуч-компетентный специалист Это человек, который является специалистом в какой-то своей профессиональной области но при этом обладает еще набором коучинговых компетенций. Так вот, коуч-компетентные карьерные консультанты – это люди, которые более эффективны в карьерном консультировании, по моему скромному мнению, у меня нет исследований доказывающих, но я в этом глубоко уверен, чем просто карьерные консультанты. Учить карьерному консультированию в этом курсе мы не будем, то есть у нас там на эту тему нет ничего от слова «совсем». Но вопрос, поможет ли? Да, поможет, потому что коуч-компетентный карьерный консультант – это хороший карьерный консультант. Помогаем ли мы с поиском клиентов трудоустройством после обучения? В данный момент нет, мы еще не успели развить это направление, оно у нас, так скажем, как-то в планах на будущее, поэтому пока точно не можем обещать. Но вместо этого мы рекомендуем доход в частной практике, потому что у нас это будет интенсив, это не серия лекций, это месячный, жестокий, не побоюсь этого слова, интенсив, который предназначен для того, чтобы довести вас за ручку через все ваши внутренние противоречия до первых продаж вашим первым клиентам не за счет таргетированной рекламы в запрещенных социальных сетях, а какими-то более экологичными способами и работающими сотни лет, а не только последние три года. Ну и про это тоже немножко мы там будем говорить. В общем, это отдельная такая история. Следите за обновлениями про эфиры. Спасибо. Мы стойкие 63 участника были все это время. Спасибо вам огромное. В общем, будьте с нами, приходите на другие вебинары, эфиры. Спасибо за то, что сегодня вы были активными с точки зрения вопросов, потому что нам это тоже помогает давать вам более ценный и бесплатный контент, в том числе вот на такого рода вебинарах. То есть для нас важно, что вы спрашиваете, что вас интересует, почему вы именно эти вопросы задаете. Ну и кроме этого, я очень надеюсь, что мы выложим эту запись на YouTube, и эти же вопросы, ответы на них услышат другие наши коллеги и тоже получат эту ценность. Так что, в общем, очень надеюсь, что ваша активность здесь будет для всех полезна. Вот. Поэтому, друзья, всем доброго вечера и приходите еще. Много благодарностей в чате. И я знаю, что корейские, не спрашивайте откуда, корейские фанаты корейского попа умеют делать сердечко тремя способами. Вот я вам его покажу. Можно вот так вот сделать, это от меня вам большое сердечко. Можно вот так вот сделать сердечко поменьше и совсем маленькое сердечко вот так. Спасибо. Это вам всем, кто был сегодня здесь и слушал нас на YouTube всю дорогу. Тогда до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok